Друзья, всем привет! В этом видео мы рассмотрим категорию товаров, которая за последний только год выросла в два раза на маркете, имеет высокий средний чек и привлекает высокой прибыльностью. Это игрушки и детские товары. Но чтобы тут заработать, нужно знать, как отслеживать тренды, как вызвать доверие покупателей к новому бренду и подготовить эмоциональный контент. В этом видео об этом и поговорим. Детские товары очень часто, я бы даже сказал, в первую очередь рассматривают мамы в декрете, которые хотят начать свой товарный бизнес на маркетплейсах. Поэтому, если вы мама в декрете, посмотрите это видео внимательно, чтобы не совершать банальных ошибок. И тут у вас, конечно, есть определенные преимущества, потому что целевая аудитория – это вы сами. Поэтому понять потребности и мотивы покупок для вас, конечно, гораздо проще, нежели продавать автомобильные домкраты. Но более весомый аргумент состоит в том, что большинство мам очень щепетильно подходит к выбору товара для своего ребенка. Пересмотрели кучу видеообзоров и сотню раз обсудили в чатах с подругами, какая пустышка мягче и какую коляску проще разобрать одной рукой. После такого опыта, хочешь не хочешь, формируется насмотренность и пользовательская экспертиза, которая, в свою очередь, так и просится реализовать свой потенциал, улучшить и доработать товарами, которыми уже пользуешься, или просто заработать на новинке, которая еще не продается. А начинающих продавцов сейчас поддерживает маркет своими невероятными условиями. Например, детские товары – это одна из топовых категорий, в которых действует скидка 99% на комиссию маркета. В общем, плюс в кассу селлера. Но только до 30 июня. В рамках этого предложения можно познакомиться с площадкой практически без дополнительных вложений. Ведь Marketplace практически обнулил комиссию для продавцов. Для продвижения товаров новые участники получают 10 тысяч бонусных баллов. Но об этом, на что их потратить, поговорим дальше. А если по ходу дела будут возникать вопросы, то консультация менеджера вам поможет их решить. Ну и, конечно, много у меня видео на канале, которые также рассматривают разные вопросы. Все же отметим, что не все новинки заходят и приживаются на рынке. Поэтому, чтобы правильно выбрать нишу, нужно прибегнуть, конечно, к аналитике. Рассмотрим самые быстро растущие подкатегории. Лидером роста стали хранение игрушек, она выросла в 4 раза. И цифровые книги почти в 3,5. А мягкие игрушки и игрушки антистресс в 2 с хвостиком раза. Все это наши ориентиры, с чего начать углубляться в нише. И вот вам лайфхак. На самом маркете, если выбрать категорию детям, то вы увидите почти 150 подкатегорий, структурированных по приоритету. На самых видимых зонах, конечно, то, что ищут в первую очередь. Поэтому можете этим тоже воспользоваться и изучить. Учтите также, что есть категории детских товаров, продажи которых зависят от календарного сезона и погоды. Например, зимой это товары зимнего спорта, а к лету пик высокого спроса на детские площадки, песочницы, велосипеды, самокаты, а также детские товары для дачи, манежи, недорогие стульчики для кормления, наборы детской посуды и тому подобное. Огромная доля товаров привозится, конечно, из Китая, но также надо отметить, что есть крупные отечественные производители, в основном делающие товары из дерева. Причем есть много ниш с высоким средним чеком. Рассмотрим, для примера, детскую кроватку. Чтобы понять потребительский спрос, проще всего рассмотреть, как выстраивается поисковая выдача. Для этого нам подойдет инструмент «Товары в поиске». Обратите внимание на соответствие запросу и популярность. Эти показатели дают нам понимание о тенденциях в этой нише. А еще мы видим, что товары в топе выдачи используют буст-продаж, который поднимает товар на самые видные позиции в маркете. Плюс, если соблюдены все условия, подсвечивает эти товары еще и в директе. В общем, это первый способ продвижения, куда, собственно, вы можете потратить свои 10 тысяч бонусных баллов от маркета. Механика состоит в следующем. Продавцы назначают процент от стоимости товара, который они готовы потратить на продвижение. Победитель оплачивает ставку конкурента плюс 0,01%. Платить за буст нужно только если товар купили. Еще на маркете есть полки. Это блоки с баннером или видео с набором товаров, которые помогают увеличить количество показов карточки. А в личном кабинете продавца вы можете найти список акций, в которых можно участвовать бесплатно. Как ни крути, без продвижения никуда. Поэтому, чтобы быть в рыночной цене и заложить бюджет на рекламу, вам поможет калькулятор, который покажет стоимость услуг маркета при разных моделях работы. Так вы поймете свою маржинальность и сможете понять, сколько будете зарабатывать. Учтите, что габаритные тяжелые товары, как детская кроватка, в плане логистики дороже, чем, например, небольшая игрушка, продавая которой необязательно иметь широкий ассортимент. Но важно отслеживать тренды в соцсетях и следить за релизами кино и мультфильмов, чтобы в числе первых увидеть восходящий тренд и, конечно, на нем заработать. Если рост заказа пошел, то не забудьте подготовить сток и спланировать отгрузки на склады маркета. Не забывайте про региональные отгрузки, которые увеличивают выручку до 40%. Как мы видим, нельзя игнорировать стратегию FBY, особенно учитывая бесплатное хранение на региональных складах, что расширяет географию продаж, а доставка товара, как правило, уже на следующий день. К тому же товары со склада маркета получают дополнительные просмотры на маркетплейсе. В категории детских товаров покупателям особенно важна быстрая и удобная доставка, поэтому вы можете использовать еще и модель Экспресс, когда доставка всего за 1-2 часа. Про нее я, кстати, рассказывал в своих прошлых видео. Давайте теперь посмотрим лидеров в этой нише, которые находятся в топе. Тут у нас много гусей, которые продают разные селлеры. И чтобы быть более конкурентным, стоит учесть ряд правил оформления карточек в категории игрушек. Во-первых, используйте видеоконтент в карточках, на баннерах и на полках. Он помогает покупателю посмотреть товар в действии и подчеркивает все достоинства. Будет круто, если показать, как можно использовать игрушку, чтобы вызвать эмоциональную реакцию. Покажите реальный размер товара, например, на фоне детской руки. А вообще гуся можно обнять. Это поможет вам избежать возвратов из-за того, что игрушка не соответствует ожиданиям покупателя. Также указывайте возраст и пол детей, для которых предназначен товар. И, на мой взгляд, самое важное на маркете – это предлагать получать кэшбэк баллами Яндекс Плюса за отзыв с фото и видео о вашем товаре, чтобы вызвать больше доверия у новых покупателей. В этом поможет инструмент отзыва за баллы. Поставщиков таких товаров вы можете найти на оптовых рынках Москвы, закупать у дистрибьюторов или производить в Китае. Учтите, что большинство детских товаров имеют достаточно строгие требования к сертификации, которые могут стоить по 90 тысяч. Однако есть категории товаров, для которых сертификация может не потребоваться. Например, товары, используемые для творчества и обучения. Если эти товары не предназначены для детей младше трех лет и не содержат мелких деталей, острых углов и токсичных материалов. В любом случае, этот вопрос нужно держать на карандаше и проконсультироваться с экспертом, прежде чем начинать торговать. Если вернуться к началу видео, где мы говорили о щепетильном подходе мамочек, то важнейшим фактором выбора игрушки – это доверие к бренду. И это не только качественный контент, но и работа с отзывами. Пользователи обращают внимание не только на контент в карточке, но и на то, что пишут о товаре другие покупатели. Поэтому важно оперативно отвечать на отзывы. Так вы сможете наладить общение с аудиторией и сформировать лояльность к бренду. А это ключ к вашему успеху в продажах. Продажи детских товаров в разных подкатегориях растут на десятки и сотни процентов в год. Поэтому отслеживайте тренды и готовьтесь к сезонным пикам продаж заранее. Рассчитывайте свою юнит-экономику и выделяйте бюджет на продвижение. Ну и, конечно, грамотно выстраивайте доверие к вашему бренду через позитивные отзывы и эмоциональный контент. А маркет вам в этом поможет, непрерывно улучшая работу на основе вашей обратной связи. С вами был Иван Калин. На связи.